Студия UCC, у микрофона Фант, Дугер, и наш специальный приглашенный гвоздь, это Коуд Этил. Спасибо, спасибо, Дугер. Да-да-да, всем огромный привет! Да, как мы одновременно заходим на матч. Да, все в порядке, Дугер, расслабься. Гость, а расскажи, что тебя привело сюда, на этот матч? Я хочу потренироваться немножко, вы мне будете помогать, друзья. Так что сильно на меня, если я буду лажать, не ругайтесь, но я думаю, все будет хорошо. Кстати, Дугер, ты сделай себя чуть потише, потому что как-то ты выделяешься на общем фоне. Слишком ты молодой, слишком громкий. Прости, пожалуйста. А тем временем у нас команды уже потихоньку распикиваются, что вы можете сказать по этому поводу, друзья? Ну, я думаю, наш специальный приглашенный гость хочет высказаться под поводу данного пика. Не-не-не-не, приглашенный гость тут только в роли, такого двигателя, немножко подталкивателя, а говорит, это вы должны. Я только буду направлять на вашу беседу. И поскольку у нас здесь есть явные специалисты и явный, ну, не сказать, конечно, аматор, но молодая кровь, то я бы хотел, чтобы у нас больше специалист высказался насчет Магнуса, Варлока, и насколько они там будут эффективны, и каких героев, возможно, добавить к ним, чтобы они могли показывать какие-то чудовищные комбинации разрушительные, или может быть не надо, и двух этих героев будет достаточно для Ауиа Файта. Мне кажется, все-таки, что вот эта вот комбинация героев Варлока и Магнус, она, во-первых, она на любой стадии игры всегда сильна, то есть не стоит недооценивать Фатал Бонс плюс Ультимейт Магнуса, то есть любой непонятной ситуации ты можешь поймать РПшку, и на тебе будет висеть Фатал Бонс, и еще Голем, а если Аганим, то Големы упадут тебе на голову, и будет очень-очень больно. Окей. Дуэр, ну-ка, расскажи нам, что вот насчет твоего мнения. Знаешь, честно говоря, я не совсем понимаю команд, которые находятся на втором Тир 2, Тир 3 команды, которые набирают комбо-вомбу, то есть согласись, что последнее время в нашей мете, ну, не так часто это встречается, но при этом, когда комбо-вомбу заходит, это выглядит настолько круто, что прям, да. Поэтому мне нравится, мне нравится уже идея команды Дайр, а еще и лайфстилер в противоволожном, вообще мне пики очень нравятся, честно, вот, друзья, поэтому я буду болеть за красивую доту, потому что с одной стороны комбо-вомбу, а с другой мои любимые персонажи, вот. Ну, я понял, я понял, молодой он на эмоциях, ему главное, чтобы все взрывалось, чтобы там была кровь в кишке, и это круто. Да, я понял. Так, может, тогда Течиса надо? Течиса, там, я не знаю, Лину, Лину, чтобы там Пуджа что-нибудь, чтобы взрывалась кровь в кишке, там, все дела. Да нет, друзья, я не такой, ну, какой Течис, то что же вы... Нет. Ну, хорошо, а кто тогда... Кто для комбо нужен еще? Кого добрать надо? Ну, смотри, есть Магнус, который стягивает, есть Варлок, который бахает своими големами, да? Значит, не хватает какого-то еще контроля. Возможно, кстати, зайдет Кентавр. Его... Подожди, подожди, пока ты молодой, ты не знаешь. Но вот Фант, он уже опытный, он знает. Големы, они когда-то с аганимом, потому что до этого Големы. Да, продолжайте. Я забыл. Вот! Так, о чем мы рассказывали, да? Кстати, интересный формат. Пишите, дорогие друзья, в чате, как вы относитесь к такому трио комментированию. Это очень необычно. В рамках You Can Company, я думаю, это впервые, наверное. Были ли такие уже прецеденты? Коуд, мы у тебя первые, скажи честно. Да-да, вы меня первые. Есть такое слово на украинском, оно очень хорошо звучит. Сейчас я попробую, как же оно на русский переводится-то. В общем, на украинском оно значит «лагидно». Красивое такое слово, а в переводе на русский означает «нежно». Я нежно буду с вами. Все хорошо, все хорошо. Но давайте к драфту все-таки. Засчет комбо-вомбо, у меня вопрос к Фанту. Ну, нужно милишный кэри обязательно, под Магнуса. А где же Свен? Ну, кстати, вот, ну, Свен можно, конечно, появиться. О-о-о. Ага, ну, ты не совсем, конечно, милишный. Он, конечно, не совсем рейнджевой. Да, есть такое. Так вот, тогда мой вопрос, который я не успел еще все-таки задать, он еще больше актуальности получает. Тут хорошо, что парни Террабеда взяли. Вопрос такой, насколько, ну, есть смысл забирать и подбирать героев под комбо-вомбо. То есть, если вы, ну, то есть, комбо-вомбо, это обязательно должно быть 5 героев, 4 героя, там, 10 героев. Или достаточно просто, там, двоих или одного взять. Ну, то есть, ну, с одним, конечно, сложно комбо-вомбо исполнять, разве что он там сам собой комбо-вомбится. Да, вот. Но, может быть, двух достаточно, вот, допустим, Магнус и Варлок, а все остальные там рядышком, чтобы что-то бегали и давали. Или вот надо больше, чтобы вот был именно тимфайт, и вот вы могли выиграть только за счет, там, тимфайта 5 на 5 и комбо. Ну, на мой взгляд, все-таки, чем больше комбо-вомбо, тем это сложнее исполнять. Соответственно, 2-3 это самое идеальное. То есть, одного мало, ну, понятно, да, там один Магнус будет, и, допустим, остальные там герои, там, что-то наподобие Лины, я не знаю, ну, просто герои, которые не сочетаются с Магнусом. Конечно, таких мало очень, но все же, допустим, тот же Зевс, да, которому без разницы, ультимейт Магнус, да, с пятерых или в одного. Вот, а вот Варлоку... Знаете, вот, что я расскажу, вот, я вот как молодой горячий, вот, раз вы выдали такое амплуа, я вот скажу словами моей мамы, вот, главное, чтобы все было в меру. То есть, если много АОЕ, то, как правильно сказал Фант, это невероятно тяжело реализовать. То есть, даже комбо-вомбо из трех-четырех персонажей, это уже тяжело. Что нельзя сказать про пятерых, прям, это очень тяжело. А поэтому нужно брать все так сбалансировано, хорошо. Так вот. Что ты скажешь, Колт, по этому поводу? Ты сам задал вопрос и ответь. Я хочу сказать, что Дугер уже голосом мамы своей заговорил. К концу трансляции он голосом бабушки будет говорить. Просто состарится, будет не молодым, а будет уже опытным, седовласым. И просто опыт поколений там перимет. И будет раскладывать по полочкам. Нет, вообще, я отвечаю на твой вопрос, согласен с Фантом. Мне кажется, идеально, вот, два-три героя, которые могут комбинироваться. А лучше, если у тебя такой драфт, что ты можешь комбинировать не, ну, там, не условно двух-трех героев, а каких-то конкретных. А ты всех героев можешь со всеми комбинировать. Ну, как Фант говорил, Магнус, он с любым, там, условным милишником комбинируется. То есть, чтобы, там, допустим, Кунка комбинировался, там, с Shadow Demon. Shadow Demon еще с Луной комбинировался дополнительно. Там, Дазл комбинировался с Shadow Demon еще и Кункой. Ну, в общем, вот такая вот, чтобы было, не знаю, переплетение клубок какой-то, да, и они могли там друг с другом все комбинироваться. Независимо от, ну, чтобы не было какого-то суперключевого земля, без которого, там, прям, вообще все рушится. Ну, условно, там, вот, не дал Магнус РП и все, до свидания, все погибли. Ну, знаешь, здесь все равно у команды Реблз, они же, Ванскорр Плюс 4, они же, Флипсайд Тактикс. Герои почти что все ультимейты зависимы. Тереблоид, если он не ультимейта зависим, то он зависим от своей третьей способности, которая точно так же долго кодешится, как ультимейта уже ворока. Ну, она как будто бы ультимейт, на сути. То есть, с него ультимейт метаморфоза. А вот у команды... Друзья мои опытные. Да? Пуч, куда? Куда здесь Пуч-то заходит, расскажите мне. Я смотрю, ты папчики-то вообще не катаешь, да, это роуминг Пуч в каждом пабе страны. Он на фестпике в каждом пабе заезжает. А здесь же он в качестве роуминга. Ну, на самом деле, как бы, многие до сих пор, наверное, думают, что Пуч-то это что-то типа по фанчику, но против Лайф Севера, который в рейдже находится 6 секунд, в Дизмембре 3 секунды, соответственно, рейдж у него будет длиться 3 секунды, в этот момент его какой-нибудь терабейт просто съест. Плюс ко всему дизайву от Магнуса и дизайву от Паррока. Да, еще секунд, да. И Пуча 3 секунды, того 7 секунд. Ну, это, конечно, надо все нажимать по очереди, а в сумме-то, мне кажется, получится верно около 3 секунд. Ну, да, где-то так. Джаки Ро с ласт пиком Гус Гейминг добирают, и это просто хороший, я так понимаю, какой-то саппорт для того, чтобы дать к Дизраптору еще туда демеджа в Сатик Шторм. Или же нет? Или для каких целей? То есть какой-то будет намек на подпуш или чего? Какой еще раз герой напомню? Это просто выжить. Джаки Ро. Джаки Ро. Ну, в принципе, намек на подпуш, намек на АОЕфайт. То есть как бы... А так, в принципе... Я на этом вас покидаю, а вы дальше... Ну, я так думаю, через часик с тобой услышимся. У тебя как там сегодня выходной? Конечно, да. Я приду к вам на драфт на следующую карту, пообщаемся, если вы, конечно, не против. Мы против, но ты приходи. Так, ну все, тогда спасибо тебе большое. Да-да-да. Ну и давай перейдем мы к пикам непосредственно уже на стадии лайнинга. Вообще, давай познакомимся с коллективами. Гус гейминг. Юфир отыграет нас на Дизрапторе. Что-то у меня прям жесткие подлаги какие-то идут. Свардар это смайлинг фейс. Имба отыграет на ОД, Монза это лайстилер. И на Джекиросе бегает Экзекьючионер. Как-то так у него не читается. Да, интересный состав, интересная команда. Тем временем я озвучу, наверное, команду Флипсайд. Больше ничего не остается. Седой будет выступать на Террор Блэде. Джейфо это Варлок. Роджер выступает на Роумище Мпудже. ТМВ это у нас парень, который еще не определился. Знаешь, решил все-таки подумать. И Шачло будет выступать на Нюксе. Такой состав. В смысле ТМВ не определился в каком плане? Ну, он выбирает героя. А, вау. Я, видимо, нажал перезайти. И меня закинуло... Меня закинуло не туда, куда надо. Вот это интересно. Вот это Дота Реборн Вечерняя. Дота никогда нас не подводит. Меня закинуло в лобби, так как я сидел именно с комментаторского слота, а потом вышел, чтобы залететь именно не с комментаторского слота. И поэтому я на 2 минуты вперед вообще залетел. Я еще удивился, как так? Я вроде отсутствовал секунд 20, а уже крипы пошли и герои на миде сражаются. А, так получается у меня задержка, да? А ты видишь все буквально в лайве. Да, я вижу все в лайве, но я сейчас свернусь, так чтобы задержка с тобой смотреть. Да, ну это хорошо. Это, конечно, интересный момент, но тем временем на моем экране, по крайней мере, продолжается пауза. Так, ну, там Крейси на Магнусе будет играть, если что. И Джокира будет стоять на топе. Только я уж забыл с кем. Ну, судя по всему, с Никс Ассасиндом. Да, ты именно так, как говоришь. Ну что, ты переподключился уже? Пытаюсь, пытаюсь. Сейчас вот вернусь и будем надеяться, что все будет окей. Там, получается, пауза будет еще примерно 2 минуты. А пока что у нас пауза. Можно, в принципе, обсудить какие-нибудь новости в рамках киберспорта, в рамках второй доты. Ну и, наверное, самая громкая новость на сегодня – это саммит, который сделали инвайты. Но игра уже возобновилась. Это означает, что обсудим мы с тобой новости попозже. И смотрим за расстановками, за лейнапами команд. Ну, я уже посмотрел, так что... И всем показал, так что давай смотри, кто где стоит. А ты можешь зато рассказать сразу наперед. То есть они еще не вышли на своей линии, но ты уже рассказывай. А, ну там Джеккирос с селедкой будет стоять у нас на топе. Собственно, в миде будет стоять у нас ОД. Лайстилер с Дезераптором на нижней линии. На топе у команды Реблз будет стоять, ну, понятное дело, термлейт. Пока не вижу... А, с Вароком, да. Путш там в начале в лесах постоит. Магнус, мид и Никс, ассасин получается на нижней линии. Да, все абсолютно верно. А как ты так угадываешь, Фант? Расскажите, в чем секрет? Откуда у вас такая аналитика? Вот. Поделитесь. Ну, профессиональный киберспортсмен. О, наконец-то я вернулся. Все, все, да, все то же самое. Так, теперь у меня... А, все, баг прошел. Отлично, отлично. Ну что, тут у нас Гусгейминг. Заблощили появление крипов, но... Пуджик-то все понимает, что как только крипы не появятся, а Роджер, соответственно, поставит свой детекшен. И вот единственная проблема в том, что у него один сентри, и этим сентри крайне тяжело будет найти вражеский вард. И, соответственно, надо какой-то провести стрим-снайпинг. Да, вот, кстати, мы с тобой не обсудили. Вот если не смотреть на команду, не смотреть на их личные способности, чей пик больше тебе симпатизирует все-таки? Ну, мне команде... команды Rebels. У них, считай, имеется Никс Ассасин, который просто не чувствует ОД, он там чуть ли не под восемь сотен будет минуте на 30-40 по ОД сносить с одного только Моноберна. Плюс хорошая комбинация, это как мы с тобой и с колдотилом обсуждали, это Варлак и Магнус. Ну и, конечно же, кэри, который в разы сильнее вражеского кэри. То есть Тироблейд, он... ну, не чувствует Лайфстиллера, особенно при одинаковом фарме, допустим, у Лайфстиллера появляется армлет, появляется сабля-дизолятор, а у, допустим, у Тироблейда в этот момент, ну, Драгонлендс, Монта и что-то еще там, ну, ПТ-ш какая-нибудь, либо еще. Он уже даже с такими артефактами очень больно будет накидывать. Прям прилично, я бы сказал. А посмотри, вот на топе будет интересно, я думаю, противостояние. Все-таки здесь Тироблейд, у которого совсем скоро... Точнее, уже есть метамофосы, на него выходят седой, как же неприятно все-таки. А Саппорт тем временем делает отводы. Как ты думаешь, кто все-таки задоминирует на этой линии? Ну, в принципе, Тироблейду тяжело будет стоять. Как ни крути, но все-таки линия очень опасная. Замедление плюс стан. Саппорт вообще никак не может отзонить. Соответственно, его основная задача это вот как-то получить хотя бы третий уровень, чтобы Shadow World можно было накидывать. Ну, никакой подкил будет для Седова. И вся надежда получается на остальные линии. Да, понятно, что на нижней линии у нас всякое будет выигрышное за Гусс Гейминг, но в миде, по идее, ОД должен задоминировать над Магнусом. Знаешь, на стадии линии, я думаю, что Гусс Гейминг должны выйти вперед. А вот что будет потом, мы уже увидим. Да, ну и пока что посмотри, настолько пассивно, настолько осторожно команды играют, что у нас до сих пор не было First Blood, что неестественно для команд. То есть, я думаю, ты тоже наблюдал за Ace ProVisional, китайская Pro Dota. Там же First Blood просто чем раньше, тем лучше, по ощущению. А здесь все немножко иначе. Ну, всего лишь третья минута игры. Просто сейчас китайцы играют намного активней, нежели чем СНГ, Европа. Это прям стало сильно заметно, что китайцы стараются как-то именно поубивать. Наши же ребята, наоборот, поумерили свой пыл и более такую размеренную доту. Ой-ой-ой, отчего ошибается и, соответственно, сейчас погиб за такую оплошность. Тем более, он еще и без телепорта. Но никак здесь ему не избежать своей смерти. Все-таки его Сандерстайком добьет, да. Но ошибка привела к тому, что он погиб. То есть, станом промахнулся, а вот ты поплатить за это. Да, здесь уже ошибки приводят к такими потальным последствиям. В итоге First Blood для команды Goose Gaming. Это четвертая минута игры. А вот на миде... Ой, еще и Кудж заденаялся. На миде, как тебе Магнус против ОД? Ну, пока что Магнус очень хорошо. Крепится. Грэзи молодец. Все-таки... Ну, тяжко остается милишным против ОД, который постоянно тебя прячет. Который тебя прячет, грубо говоря, на 4 секунды, и ты в этот момент не можешь добивать крипов. Соответственно, в этот момент ОД начинает там ласт хитить, динаить, и у него должно быть по крип статусу намного-намного приятнее. Но вот видим, что ТМВ Телмайвают имеет, ну, на 5 крипов, но больше. Кстати, обратите внимание, он скивер даже еще не качал. Да, именно так это очень интересно. А самое что... По идее-то, Девауэр должен ворвать ману, чтобы, ну, прям не хватало Магнусу на шоквейв. А в итоге мы видим, что он буквально по кулдауну это прожимает и успешно добивает. На боте у нас тем временем пытаются подцепить еще раз Никуса. И, кстати, могут. Есть глимс. Очень неприятно. Шачло пытается уйти в другую сторону. Здесь генетик филд. Меньше половины хп у него остается. А смогут ли догнать, как думаешь? Нет, шуки. Ну, уже нет. Лайфстиль Романа нет. Нет фейзов. И догнать убить нет никакой возможности. Плюс еще Шачко руну инвиза. УОД забирает. Как бы и волки сыты, и овцы целы. Да, хорошо сказано. А вот на топе Роджер-то пришел со своим хуком. Сейчас кому-нибудь цепанут. Скорее всего. Да, кстати, еще и форма есть. Пошел хук, но это должен быть фраг. Свардар пытается отступить. Кстати, он за счет спринта-то и может здесь и жить. Но хотя, с другой стороны, опять же, за счет спринта-то он получает дополнительный дэмэдж. У меня сложилось такое ощущение, что после использования стиков он мог выжить. Ну, ладно. В принципе, я дал себе драум и никому ничего не дал. Знаешь, хотя бы не умер на совести противников. В итоге путь-то тоже у нас дынается. Да, просто эти крипы уже добавлкил сделали. Ага. Прям такие убийцы. Крипы по-настоящему, по статистике у этих крипов уже больше фрагов на этой карте точно. Потому что там пуш в начале игры динайлся. Это уже три фрага. А у нас на карте от героев был всего один фраг от команды Goose Gaming. Вот так вот. Ну да, да, да. Очень такой занимательный момент. Но все-таки путь, что он динайлся немного на другом месте. Но, в принципе, да. Эта пачка крипов почувствовала на себе, что такое убивать. Ну что, Роджер, попытаешься хукать или, в принципе, смысла-то нет? Все-таки Варвар тебе ничем не поможет. Да, Этерблейд далековато находится, плюс у него нет формы. Так, ну вот пытается на Смайлинг Фейс отбежать. Но, в принципе, да, спокойно спасется. Может быть, стоит к какому-нибудь Дизраптору перетянуться на топ? Я даже с тобой соглашусь. Потому что да, Слардар их укает. Но! Это же сразу заходит стан и просто убегает на спринте. Потому что с поражатием спринта Слардар становится просто неприкасаемым, как ты заметил. Два раза хуканули, два раза спринт, два раза ушел. Только один раз заднавился. Ну, неважно. А с Дизраптором они уже могут начать какие-то маневры совершать. Потому что на боте тот же Лайфстилер сможет спокойно стоять против Нюкса. Да, Нюкс будет больше крипов получать, но на топе вы сможете мешать Тиражблейду. Что гораздо важнее, мне кажется. Ну, все-таки Дизраптор говорит, что давайте уж погнобим Нюкс Ассина, но, кстати, Нюкс Ассин не так уж и легко загнобить. Он уже шестой это получил. Ну, почти шестой есть. И, соответственно, будет Виндетта и надо запасаться детекшеном. Да, детекшена здесь потребуется очень много. Седой на топе, тем временем просаживается более чем на половину хп, пытается подраться на развороте. Здесь еще и Магнус, посмотри, как хорошо Слардар дает стан, спринт и вроде бы даже уходит. Вау! Ну, с кьюера нет, Крэзи никак не мог догнать. Да, Стампа троим чуть ли не реведж вывел селедка только что. И за счет вот этого понимания он выживает. Хорошо, сыграно. В принципе, очень хорошо. Мне понравилось. Так, на миде. У нас здесь выход вместе с Дизраптором Девавер. Здесь Пуш. Ну, Пуш страдает сто процентов. Пытался что-то придумать, но в итоге сразу, что просел пхп немного Дизраптора. Фракт для команды Гус Гейминг. Это неплохой показатель. Ну, вот я о чем и говорил, что на стадии лайнингов они должны быть посильнее. Все-таки линия у команды Реблз очень-очень слабая. Я считаю, в миде Магнус стоит один. Да, на топе вроде бы как 3 на 2 стояли и должны были бы Реблз выиграть, но Пуджик-то поздновато перетянулся, когда уже с Хардартом заполучил эксплу и Джекирос тоже был с достаточно приличным уровнем. Абсолютно с тобой согласен, а вот на боте просто какие бойни происходят за руны и сейчас Гидраптор может пострадать, здесь Роджер уже выходит на прямую, чтобы хукать, а получится ли? Конечно же нет, Вижен-то есть. Вот, кстати, как ты относишься вот к такому моменту? Можно ли было в этой ситуации попасть? Ну, конечно, можно тут. 50 на 50 либо ты попадаешь, либо нет. По-моему, все очевидно. Ну, на самом деле легче увернуться, чем попасть. То есть ты-то бежишь, плюс у тебя мувспида, хотя не знаю, значит, мувспида больше, не больше, там были включены транкью или нет. А, хотя у Пуджа и под выключен транкью они больше мувспида. Наверное, он имел вариант просто добежать до него и поближе дойти и рот прожать. Тем временем ОД обнаружил нюкса, который в виндетин прожимает Карапасе и пытается кого-нибудь ударить. Посмотри, как же больно. нюкса глимсанули, нюкса попытается убить, но здесь нюкс уже погиб, все-таки Карапаса в КД и на топе в этот момент еще и Варлок погибает. Но заперся с Майлинг Фейс, летит у нас Седой. Как бы Седой сейчас сам не пострадал, все-таки здесь два врага Т1. Но имеется метаворофоза, имеется кстати у него ультимейт и возможно по этой самой причине и не стали на него нападать. Плюс, конечно, под Талору находится. Но даже несмотря на то, что по счету 4-0 в пользу команды Гусгейминг, по деньгам ситуация примерно одинаковая. Плюс 500 для Гус и по экспе плюс 500 для команды Реблз. Абсолютно прав. Все-таки команда Реблз у нас неплохо фармит. То есть у нас дополнительный фармила Магнус какой-то в лесу. Тем временем на миде стоит Путш. Здесь еще Нюкс под очередной Вендеттой. Возможно что-нибудь придумает интересное. Поэтому здесь все на равных условиях. Хотя у Гус Гейминг сейчас чуть-чуть выросло преимущество. Уже 750 голды. А по опыту вообще отстают. Но все равно Магнус сейчас на первом месте. Он купит себе Саблю. Терраблей допустим от того же Ластилера отстает на 200 монет. Это не так уж и много. Да там немного просел у нас получается не Икс Ассасин у него 1800 то есть меньше чем у Пуджа который пятый раз уже погибает. В принципе большее количество у него динаев но все равно счет у него очень сильно отрицательный. И вот так получается что за счет оффлейнера за счет Свардара и команда гусы выигрывают по деньгам основную часть суммы. Да тем временем Варлок пытался на топе куда-то выйти под смоками понял что ой-ой-ой как-то враги далеко и просто обернулся побежал обратно на топе сейчас попытаюсь что-то придумать. Да попытались засеив иллюзию Травлейда говорит не умирай ты еще пригодишься но попытка была хорошая но хотя с другой стороны ультимейта у стандартный сценарий стан и побежал ну да его задача была как-то избавиться от Пуджа там в идеале подстанет Пуджа и Травлейда вряд ли бы его джейфо бы убил а вот Шачко приезжает на топ под Виндеттой но походу его там видели хотя нет Сентрик стоит но его там не видели да пошел лифа и дэмэдж на Пуджа хороший стан сам кто не знает попадает подвоим Шачко все еще вне звери стоит раскрывается Виндетта ну и стан только по одному и Силандар кстати также погибает 2 в 1 Пудж погиб и соответственно под метаворфоза сейчас будет падать еще и Тавурочек как же быстро все-таки падает господи а это только 12 минут игры прошу прощения за вот это а тем временем седой как же все-таки больно Тавру а ну лайфстилер есть Гримс как же больно Террорблейд будет погибать есть големы ой-ой-ой какие неприятные големы Террорблейд отправляется в таверну война-то идет дальше Девавер тут как тут раскидывает тем временем по Варлоку свой дэмэдж и получается пока что стан от Карапаси меньше половины хп Шачко отличный подкоп по троим Джокира вместе со Слардаром приходит обратно это уже минус 2 ну и все-таки команда Гузгейминг сумела реабилитироваться после файта Гузгейминг очень даже хороши мне нравится как они сейчас действуют у них прям выигранное начало сейчас с этой минуты можно сказать что стадии линии они выиграли но это неудивительно это неудивительно главное сейчас после 25 минут не налажать все-таки пик команды Реблс он набирает пик так скажем пик набирает пик чуточку позднее Джокирос притянули Джокирос здесь должен убегать хотя пуч идет до конца Свардар без стана но здесь пуч скорее всего погибнет а вот выживет Джокирос пока что остается под вопросом да он кинул ультимейт очень даже неплохой все горит ТМВ пытается ультимейт дать да подвоем да он но отвозит только одного Свардара который так же его подставил Шачко дает стам подвоем но находится под виженом Виндетта его не спасает хотя Шачко это выживает а вот выживет у нас ТРВ да минус там стан не попадает Крэзи так же пока что выживает все выжили у команды Реблз хотя должны были все погибать да ну и по-настоящему проблема вот на данный момент эта ошибка была со стороны Гусс Гейминг они просто взяли распылились по всем игрокам которые там расцепнули и побежали а Гусс Гейминг кто за кем и в итоге никого не поймали ну да крикнули каждый сам за себя и на этом все ну поезго поезго там Шачкова выбежал из Центрика Гримсонули по-моему Магнуса который должен был погибать то есть надо было как-то немного по тимплейному сыграть и тогда бы всех убили прям всех-всех-всех да и Тавр сейчас все-таки забирают наконец-то Седой зарабатывает для себя первый Тавр хотя с его метаморфозом я бы отправлялся по всем линиям и просто рушил внешний Тавраб потому что ну и противник не подойдет против такого лютого демеджа и Тавру неприятно ну как не подойдет вот смотри там на Джей Фо подошли хорошо глимсонули плюс еще и Седого но Седой на развороте просто убил того кто его глимсонул и пошел дальше разваливать очень-очень больно но он подходит туда продолжает Эклипс КД пытается как-то кайтить этого Терлейда там еще и Шачков подтянулся но Джей Фо здесь уже точно погибнет будет теперь сквозь у нас Шач пока что подвинем Эквизом ну и здесь Террэрблейд за счет того что он подметал форзой скорость него уменьшена переморозили подстанели убили а самое что неприятное деньги получает Девауэр и опыт то есть если по Файтер Капу посмотреть за одного Террэрблейда команда в сумме получила 500 голды и почти целую тысячу опыта что за один фраг не так уж и мало да это даже я бы сказал что много плюс ко всему деньги тому кому надо лоды уже барабан лоды уже имеется также еще и драгонлендз но не стоит недооценивать пик команды ребблс это голем это ультимейт магнуса это сплэш от магнуса то есть как бы дополнительно демож за Террэблейда я помню что смотри на миде у нас пуджа цепляют есть рот есть у нас ультимейт очень больно пудж здесь погибает ну да крайне тяжело там было выживать так вот напомню что метаморфоза дает белый демодж насколько я помню для Террэблейда да да именно так вот и соответственно магнус плюс 50 процентов будет давать то есть не дополнительно урона будет не 80 так у нас полетел голем дальше что а где продолжение то магнус не стал улететь на скювера у него просто блинк то в гд но пытались закрыть никс ассасина в тюрьму его не закрыли голем очень быстро развалился от ОД седой там рпш кстати пошло от крэзи он даже без блинка умеет делать рп но как то очень разродненно действует команда ребус что позволяет гус справиться с своими обидчиками они пережили голем они пережили ультимейт магнусы и выиграли файт правда убили одного шачва но не важно файт то за ними да главное что кого то убивают и при этом свои тиммейты остаются в живых здесь пульш кукает как же неприятно стардар дает стан должен убегать убегает в правильную сторону здесь врывать тем временем магнус забирает стардара здесь тем терраблейд айяйяй а убьет ли кого-нибудь седой айяйяй никого он не убьет все-таки ОД против терраблейда ну с ним разговаривает на ты то есть без никс ассасина там без рп ОД сейчас не взять но вот пытается крэзи убежать и у него даже это получается летит шачло но у него виндетт я это понимаю ФКД и поэтому не страшно кстати шачло даже на единичку моноберный взял там множитель интеллекта три с половиной ОД сейчас 88 почти 90 даже три с половиной и там почти три сотни дэмэджа прилетало это больно чрезвычайно больно а со звуком все в порядке у нас по голосам просто у меня тут какие-то помехи слышны я не знаю но в чате никто не пишет нет в смысле у тебя нет никаких помехов для ушей просто у меня будто у тебя микрофон отошел или что-то в таком духе ну сейчас есть главное что на стриме ничего не происходит да сейчас такой наш будто штекер отошел или что-то в таком духе может мембранка там отошла так ну не знаю он мне просто пытался упасть я его поймал может быть не подуть я сейчас тогда послушаю стрим и скажу тебе мне кажется если бы что-то было то люди бы отписали уже так ну в общем-то друзья на этом игра у нас не останавливается продолжается тут Сиду у нас подфармил что там Сиду у Яши да Яши летит в принципе вот если бы не Никс Ассасин который имеет 2700 нетерс который следует после Дизраптора отстает от него на сотку у команды Рэббосбор было бы все замечательно тут у нас инфест бомб в исполнении Свардара и Джиггерма ой и конечно же Лайстилера убивает Пуджа но там без шансов и моментально отправляется вражпит за Егисом может быть помешать но самое что интересное как ни крути сколько бы не убивали Гусс Гейминг преимущество они так и не набирают на 19 минуте игры со счетом 16.5 польза команды Гусс Гейминг преимущество всего в районе 3000 по голде и полторы тысяч чем по опыту ну просто деньги не в тех героев которых надо то есть как бы у команды так РПшка но не успел не успел там его спрятали и сейчас у грязи будут неприятности но отвозит с Милингфейса там просто полетел еще Голем но Голем быстро туда должен падать в этот момент съели Ластилер также убили еще и вот селедочку вот она РПшечка по двоим и это минус 5 это тот самый камбэк в исполнении команды Рэббос вот о чем я говорю что на стадии Лайинга команда Гус в разы сильнее но как только начнется мидгейм как только начнется вот эти файты у команды Рэббос шансов в разы больше все-таки их комбинация героев чуточку лучше работает а ты успел заглянуть на файтерикап нет на файтерикап я не успел заглянуть но я думаю там все преимущества было отыграно и графики сейчас в ноль упадут считай они сделали минус 5 скажу здесь по опыту 4600 ребята заработали чистого а преимущества по деньгам это получается для себя они заработали 2900 и еще и отняли у противников полторы тысячи кто там по звуку прошу прощения перебил лучше Сау нет? знаешь на стриме ничего такого нет есть только у меня но если у меня то это нормально и не такое было ну может лучше скайп конференция барахлит может быть в нем да кто знает ну проверим наверное ладно давай об игре потому что сейчас страстицы накаляются ребята из гусгейминг продолжают делать какие-то фрифраги потому что выходят ну непонятно куда их противники но при этом они отстают довольно-таки существенно а вот как ты думаешь игроки сами ощущают что вот несмотря на большое количество фрагов они идут прям наравне даже немножко отстают гусгейминг по ощущению смотри как бы ты понимаешь что по фарму у него больше потому что у него имеется манта и драгонлендс то есть как бы Сидой не в первый раз играет на данном персонаже и в принципе с таймингами то он знаком что на 20-й минуте это даже очень хороший нетерс особенно если учитывать что в каких обстоятельствах он там действовал то есть ну откровенно говоря его на топе унизили то есть ему было тяжко и он справился с данной ситуацией тем что ну небольшой плюс для себя но сделал так же смотрю у магнуса у него уже 3 итема да они самые дорогие но у него почти почти в 6 лотов то есть как бы птх и 3 дешевых итема получается что видно что кэрри то у них фармят да там дэй имеет приличное количество денег да там лайфстилер так же при деньгах но зато свардара кстати никсасасин догнал свардара по деньгам что очень даже удивительно магнус сейчас под инвизом будет нападать ты смотри в какой он точке стоит сейчас можно такой это опасно это не то что но как же разрозненно действует вот сейчас пойдут спасать и должен действовать магнус должны должен пошел голем магнус рпшечку но встал в литышку и тут же его саленцем накрыли ну как же было бы красиво я уже видел как он пятерых там копает но не получилось ну и в рассыпную должны убегать гусгейминг все таки ультимейт магнуса не был потрачен уже два минуса сделала команда ребус пытается имба улететь сквозь голема хукает нас роджер ты смотри какой какой жесткий боец да именно так а ты видел что он сам отменил телепорт и побежал райт-кликом кто-то кто-то од ну я на это не обратил внимание но может быть может быть уже увидел что там летит него хук смерти и решил как-то увернуться ну и вот итоги боя плюс 3400 золота для команды ребус и минус 1000 для гус и 3000 xp ну как бы помягче это выразиться выразиться это начало конца на самом деле вот эти два последних файта в исполнении команды гус приведут их тому что они если не выиграют следующие файты то они соответственно проиграют игру пока нет по-настоящему обидно ну да в принципе потому что смотри очень уверенный early game ну согласись конечно ребята по собственному фарму немножко отстают ну как немножко то есть если сейчас посмотреть на крипстат 23 минуты игры 200 крипов грубо говоря у террори стилера особенно сейчас если скайди собирать то милишный керри просто не дойдет до терблейда там дичайший рейндж атаки там очень много демеджа плюс ко всему в последнем файте Крэзи не давал свой ультимейт даже он не понадобился хотя если бы он давал в тот момент когда он мог дать да когда он в ледышку встал да все бы фатально закончилось минус 5 просто вставательную и можно было идти уже патрон какой-нибудь податай граунд джеки роз спас ситуацию ну и шачкова почти огоним 800 монет огоним еще больней будет совсем не знаю эта игра очень интересна а самое что неприятное для команд это же best of one да да именно эта встреча это best of one дальше уже best of three можно немножко расслабиться далее для нас будут играть победители соответственно этой пары сейчас и победители а если я не ошибаюсь пары про дота свит все абсолютно верно про дота свит так и есть а ну и лайфстиллер почти сделал свой дезолятор темат же конечно у него много но опять же без какого-либо блинка без хорошей инфестбомбы до тераблейда он не дойдет плюс ко всему надо еще понять какой из них настоящий там у тераблейда уже и диффуза появляется еще и дезолятор у лайфстиллера и посмотри здесь магнус пытаться испануть моментально голем падает девауру очень больно сейчас будет себя прятать магнус уходит на скювере есть глимс магнус меньше половины кп слордар в котором лайфстиллер и срп по двоим как же вовремя он выдает есть хук минус лордар лайфстиллер забирает магнуса здесь ультимейт от пуджа и в итоге лайфстиллер поклоняйся контрят и пусть там тераблоиды то нет тераблоида нет соответственно должны реблос убегать и не с кем неким бороться против лайфстиллера я не знаю почему гусс гейминг не пошли дальше самое что интересно на топе была информация что хитой находится голем был потрачен ультимейт магнуса был потрачен даже магнус был убит плюс ультимейт пуджа уже потратили единственное дизейбл это был как-то не ксасас не подстанем но боюсь что там лайфстиллер этого не почувствовал да все абсолютно верно говоришь но у нас уже 26 минут игры счет 18-14 в пользу команда гусс гейминг а вот графики абсолютно в противоположную сторону как они себе вообще вот эти горка которая идет по накатанной ну как бы аналитика говорила что стадия линии лайнинга за гусс гейминг потому что они выигрывали они не проигрывали мид то есть они вровень шли они выиграли нижнюю линию они достаточно уверенно стояли топ как бы первые 20-15 минут за командой гусс ну а потом два проигранных тимфайта вот этот момент возле рашпита когда там минус 5 исполнение команды рэблс вроде бы яегис сделали вроде бы пытались убежать но просто как-то растянули поймали и убили да посмотри выход под смоками команда гусс гейминг буквально таки в пятером в словаре тусуется лайфстилер знаешь такой паровозик в исполнении селедки ну и ребята отправляются куда-то в сторону они не могут понять куда они отправляются решили забить отправиться куда-то в сторону базы но они увидели где находится враг и просто пошли они на скане просветили самое неприятное для них то что они на скане просветили иллюзию терблейда ну и так как поняли что смог сейчас закончиться скорее всего они не успеют и не стали гнаться дальше аегис закончился а рошан появится через 2 секунды будет ли гусс дефить нижнюю сторону все-таки там это противозаконно если ребята пойдут дефать то все закончится настолько фатально то есть на боте посмотрите даже места просто не хватит им задефать потому что там и рп всех заденет и големы сейчас уже появится тоже будут задевать почти всех террор блейд будет легко раскидывать свой метаморфоз на ренже убивать всех кто в радиус входит бкб еще появляется террор блейда ну все его тир не остановить его террор блейд о его и дестройер не будут убивать ему без разницы на гримс ему без разницы на джекироса в принципе ну лайфстилер и свардар конечно будут его бить но опять же свардар не будет его станет то есть можно избежать оплыванса соответственно только струки бить а струки у гусс гейминг не так много все абсолютно верно кстати еще про то что ты просто замечательный аналитик террор блейд как ты и сказал что он просто аннигилирует всю команду гусс гейминг и лайфстилера в том числе то есть 28 минуты игры сейчас лайфстилер саннигилирует смотри там никс уже закопанный и пуч на позиции только по-моему этого пуджа а его не видно было случайно не его не было видно или бы скрипы согрелись его бы лайфстилер давно уже убил но вот нападение да на торсе конечно говорят о том что у команды ребблс все замечательно шарич под инвизом под виндетой там подтягивается еще один хук пошел телепорт кстати тот самый момент когда хук не сбивает телепорт но зато ультимейт пуджа спасает как никогда всю всю эту ораву которая попыталась вытянуть астилера и в итоге фраг на топе магнуса пытались зацепить а магнус сейчас будет давать блинк и уходить да кстати он ультимейт потратил отблинковался побежал убежал телепорт у него в кд под инвиз и бежать 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 сентрик поставился ой иуды пытался улететь магнус выигрывает много конечно времени магнуса добивает а вот что делать с нижней стороны потому что там термлэйт уже зашел да пытается млинкфейс как-то выиграть время и джеки рост еще подтягивается хотя они неплохо сейчас должны от дефица но с другой стороны и сейчас по идее седой должен начать бить т3 тавр ну да он уже давно этим занимается то есть три сотни это снес стоит просто с ремжа бьет у него и бкб имеется ну а что ты сделаешь ничего сейчас метаморфоза еще половина времени длится ну лайфсилер появится наверное имеет смысл отойти все-таки магнуса у вас нет пошел хук прихукал с млинкфейса но продолжение никого не последовало знаешь старая стратегия Слардара Станы побежала она до сих пор работает уже 30-я минута игры и кстати интересная информация по поводу этого турнира сегодня получается у нас Best of 1 8 команд играют затем у нас после этих матчей то есть 4 матча одновременно играют команды затем в 16 по сет 16-15 если быть точным будут играть Best of 3 за выход в финал то есть буквально двухдневный турнир но какой ажиотаж какие файты какие команды обидно обидно просто имело смысл раз финал Best of 3 наверное в один день закончить мне кажется не так уж и утомительно Best of 1 Best of 3 Best of 3 да и самое что интересное я думаю что это сделали специально для того чтобы зрители смогли насытиться полуфинальными лютыми матчами потому что как ты видишь это всего лишь самый первый матч в расписании в сетке в этом турнире а здесь такой лютый файт происходит такая лютая драка между двумя командами и кто победит абсолютно неясно то есть да вообще неясно ну нельзя же так есть преимущество но не все потеряно я бы не хоронил если Goose Gaming смогут но вот уже не смогут вот если как бы им удастся избежать врыва Магнуса хотя бы в одного героя ультимейт Магнуса будут потрачен тогда да тогда я верю но вот не видишь у них слишком много в этом уравнении иксов то есть надо избежать ультимейта Магнуса надо как-то законтрить Террблейда у него тысяча много сложных задач вот-вот но у них столько ресурсов просто нет вот если бы сейчас на лайфстилере появился Абисел появился а у него уже диффуза появится то есть Керасы какой-нибудь не будет на ОД бы сейчас появился Хекс Рфреш Ршива на Дизрапторе там Аганим на Джекиросе ну что хочет пускай кто собирает Ластилера тоже в принципе без разницы в общем сейчас все зависит от ОД если у него будет достаточно количества фарма плюс Аганим на Дизрапторе тогда да тогда шансы есть а так я вот как-то не люблю бэк возможен но просто уж очень какой-то сильный пик у команды Рэббл против команды Гусгеймин не честно говоря вот сердце душа радуется при виде Террор Блейда в пике потому что персонаж просто имбалансный если ему дать фарм в начале он начинает просто убивать все что видит а ты вспомни как часто его пикали буквально ну наверное месяца 3 4 назад может быть даже поменьше там 2 он просто но он стоп михаил почему он ушел со спиков я не знаю почему он ушел он слишком он такой же лютый стал был как и есть я вот не помню меня ли ему что-то или не меняли но по-моему ничего не меняли вот именно ему ничего не меняли и он просто пропал тут вот седой такой ребята а Террор Блейд то неплохо выглядит тем более еще и с Эмпауэром Магнуса вот-вот даже кстати не забоялись против ОД брать хотя вроде как ОД специализируется на убийстве иллюзий то есть он по одному дал тычку по второму дал тычку определил кто настоящий и развалил но они испугались ну как же много все-таки Эмпауэр дэмэджа дает Террор Блейда просто очень-очень много кстати почему на Эмпауэр не написано сколько он дэмэдж дает то есть знаешь как на а уридровки кстати это да этот момент я бы вот фиг сам ой ой сейчас у нас шачкота подставится он не знает что там есть детекшн просто бегал по центрам а вот неплохое подспорье для того чтобы зайти на хг в большинстве ничего не потрачено было командой гусгейминг ну по крайней мере они должны пытаться развести нюкса на байбэк которого нет а команда гусгейминг этого не знает ну посмотри что они делают они просто отходят но они боятся они боятся против аегиса заходить на хг не знаю там состояние байбэков есть нет ну и плюс ко всему крайне тяжело заходить на хг так как герои то у них не такие уж и пушеры да там джекирос может через ликвид файр потихонечку помаленечку сносить тавр но этого времени не хватит им лайстилер там ну считай просто ты зайдешь на хг тебя магнус одного увезет не дай бог ты за ним полетишь пойдешь на тебе на голову упадет голем и все у нас сейчас внизу нападение будет на имбу там магнус просто выходит рпшку нажимает ну и 2-3 удара и минус лд лд байбак есть соответственно сейчас он его будет прожимать так как 60 секунд его не будет а там команда ребл стал уже на нижней стороне и т3 товара нет я бы прям сейчас нажимал да все абсолютно верно говоришь очень опасная ситуация потому что 3 товара нет из дизраптора подставляется ай-яй а байбэка нет у него есть тюльтимейт но не будет его 50 секунд вот о чем я говорил что если бы одэбайбэк он бы выбрал уже позицию и может быть удалось засейвить дизраптора может быть уже бы совсем другая была бы история но хотя с другой стороны следующая драка будет с байбэком уда посмотри вроде бы есть лордар есть в нем лайфстилер но не хватает двух игроков это существенно почти 50% тем более девауэр который один из основных демэдж-дилеров команды гусгейминг и дизраптор который контролирует просто рассказ команды рэбл ну контролирует то он контролирует но надо как-то защищать потому что уже падает вторая сторона джекирос ледышку в одну сторону огонь в другую сторону смок за спиной но седой садегиса у него бкбшка еще имеется у него имеется метаморфоза да есть нападение могут убить его в первый раз но полетел голем он прожимает сандер остановил себе большую часть хитпоинтов типа хост ультимейт дизраптор ты посмотри какой великолепный ультимейт минус путь убили также еще и терблэйда но сейчас эта машина воскреснет ты смотри он сейчас воскреснет у него форма у него бкб и давай разваливать погибает у нас монзо ну а кто к нему подойдет он до сих пор даже бкб не нажимал вот первый бкб пошло да санти эклипс это минус никс лайстилер байбекается летит в драку но тераблэйд говорит ну ладно иди сюда вот то о чем ты говорил вот прям на лицо ну триста сотни демеджа с его атак спидом лайстилер ой ма рп подвоем но все ггвп деструйер погибает метаморфоза действует две стороны снесли можно можно даже отойти можно отойти как бы закончить сейчас можно а можно закончить пять минут а чего ждать ультимейт магнуса можно подождать можно также дождаться еще и метаморфоза все таки сейчас закончится просто у него падает 100 демеджа даже больше упало смотри погоню сладар но это может быть крайне чревато я бы на месте сладар уже развернулся побежал бы куда-нибудь подальше в сторону своей базы потому что очень опасно сейчас он действует ну просто герой если нет термлейда о если нет элдер титана он имеет 32 единицы брони с протелением физическому урону 66 процентов даже при количестве минус брони у команды гусс это считай дизолятор 7 брони это эмплэйт дэмэдж на данный момент 15 то есть 22 брони не снижают и у термлейда все равно остается еще там 37 он себе еще и бабочку купил но это боль а самое главное посмотри на наличие байбеков на состояние выкупа есть только у террорблейда и у нюкса ну да да одэжи у нас по моему точнее вастели у нас байбеков ся аудэсия что-то купил бкб что ли потому что абсолютно верно говоришь а что в итоге заход будет нет как думаешь да конечно будет можно через хук отыграть можно через реверс полярити отыграть без разницы магнусе спрыгнет там такой сходки для него подарок будет в виде ой свардара да притянули там вастилер сидит просто матрешка раскрылась но сейчас убили свардара и монзо такой ребят меня тут сейчас растерзает если его стилер погибнет то можно писать смелогу бейм алайсилер точно погибает 11 секунд без ввк неужели гусь гейминг такие амбициозные парни видишь они 2 в 2 просто повоевали и типа 3 на 3 можно еще по дефиться но сурри там 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 требует его не взять там 500 там 500 урона там просто пять сотен стычки понимаешь стычки 500 урода это незаконно магнус пока ультимейт свыжал уже все погибнет смотри имба просто погибает еще и голем не успел приземлиться у дэ погиб там гг было написано мне просто чатик не открыт да ну и в итоге дорогие друзья к сожалению несмотря на отличное начало со стороны гус гейминг ребята вылетают с этого турнира со счетом 1-0 они проигрывают к сожалению дорогие друзья реблз мы поздравляем с победой они проходят по сетке дальше и встретиться с кем-то из своих оппонентов это либо команда соответственно про дота либо свис будем комментировать также с пантом также на стадию драфта к нам присоединится колл с которым мы сможем обсудить погоди-погоди-погоди а почему почему мы же реблз комментируем все верно а вообще в таблице написано что это все-таки флипсайд ну флипсайд реблз скайрайнса только почему-то в нашем расписании в нашем расписании они играют против про дота либо свит а по фейс а все есть информация есть информация ребята совсем скоро буквально через 6 минут встов 3 на этом же канале против команды про дота мы продолжаем смотреть замечательный турнир они вообще не могут с ними попасться либо фрэнс либо зэ аж должны играть не-не-не-ет смотри в сетке я тебе сейчас ее сброшу все хорошо видимо у меня не та сетка потому что в моей сетке там все по-другому при моей сетке такого не было вот-вот Ну, ты мне скинь, чтобы я успокоился и графику сделал, потому что в моей сетке там Rebels должны играть Friends либо The Ash, а продатый гейминг играет против команды Zero One. А нам пора уходить на музыкальную паузу, я думаю, да? Ну, мы вначале объясним людям, кто с кем играет, а потом и уйдём. Всё-таки и самим хочется разобраться. Ну, хорошо. Друзья, я напоминаю, что вы можете подписываться на паблики UCC Dota, группы ВКонтакте. Подписываемся, чтобы следить за всеми анонсами студии You Can Company. Напоминаю, что ещё раз для вас комментировал Фанты Дугер. Сейчас мы ждём. Тогда получается, что Rebels против команды про Dota играет. Ну, уходим, дорогие друзья, на паузу. Подписываемся на наши социальные сети. Ссылочки всех в чат там. Бот спамит. Ну и, в общем.